Уничтожение ИГИЛ задача нелёгкая, поскольку у этой группировки организована широкая сеть спящих ячеек, не только в Ираке, но и в других странах. Поэтому борьба с ИГИЛ должна идти на нескольких фронтах. Одна война идёт на земле, другая опустошает их финансовые ресурсы. Мы должны сотрудничать и в разведывательной сфере, координируя обмен информацией между странами, о том, кто входит в ИГИЛ и кто работает на него. Сотрудничество с другими странами крайне необходимо. На вопрос нашего корреспондента о том, смогли бы иракские власти вести переговоры с ИГИЛ, президент ответил отрицательно. Если бы это была политическая организация, то с ней были бы возможны переговоры и принятие решений. Однако ИГИЛ таковой не является и не признаёт никаких политических групп и не принимает какой-либо системы общества, кроме собственной. Борьба для ИГИЛ означает, они воюют, пока не убьют противника, или не будут убиты сами. Поэтому мы не можем признать их существование.